Новая нумерация автобусов появилась совсем недавно. С 18 января жителей Заречного автотранс перевозит по 7 новым внутригородским маршрутам. Автобус от 132-го квартала до 18-го микрорайона сохранил прежнее движение. Изменилось лишь название. Теперь это маршрут номер 1. Автобусы с номерами 2 и 3 доставляют пассажиров от 11-го КПП до 58-го квартала двумя разными способами. От аем проходной до микрорайона Озерский следует 4-й автобус. У 5-го отправной конечной точкой является лицей номер 230. 7-й и 8-й маршруты помогают заводчанам быстро добраться до работы, а 6-й доставляет дачников до монтажной проходной. Меньшими силами выполняем ту же работу. Вывозим тех же пассажиров. И самое главное при сохранении того же тарифа за проезд и тех же льгот. То есть наши горожане не потеряли ничего. А мы согласно нашему анализу поняли, что пассажиров все остались с нами. За что им большое спасибо. Идея оптимизации маршрутов движения автобусов внутри города нашла отклик у многих горожан. По словам одних пассажиров, благодаря таким изменениям в общественном транспорте нет прежней давки. И можно с комфортом доехать из любой точки города в нужное место. Другие особых перемен не заметили. Я не вижу никакой разницы. Я редко езжу на новых маршрутах. Пока не заметила разницу. Едеть можно всегда. То есть комфортнее стало. Не битком, как обычно в 58-й ездить. Старые люди затрудняются. Все время спрашивают, куда, что едет автобус. А так, что нормально все. Беспокойство зареченцев за старшее поколение понятно. Но кондукторы с уверенностью говорят, что пенсионеры, как никто другой, умеют приспосабливаться к изменениям. Они молодцы. Все равно сразу усекают. Белый блокнотик записывают. Кто что. Быстро. У меня насчет этого молодцы. К изменениям, к новым приспосабливаются. Приспосабливаются, да. Выходят из положения. На лобовом стекле каждого автобуса указан его номер, начальная и конечная точка маршрута. Сбоку табличка с подробным описанием маршрута. Если и этой информации недостаточно, можно обратиться к сайту автотранс.про, где размещены схемы движения каждого нового маршрута и расписание его движения. Мы еще, конечно, смотрим сейчас расписание, корректируем отправление от 11-го КПП, от 5-го КПП. Но к концу недели у нас уже будет картина полностью ясна. Расписание будет уже откорректировано. И потом мы его вывесим на всех остановочных павильонах. С момента появления новых маршрутов автобусов прошло чуть больше недели. Но за это время сотрудники автотранса уже успели заметить рост выручки, а значит и числа пассажиров. Это говорит о том, что все изменения сделаны не зря. Анна Литвинова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». «Заречный» «Заречный» Продолжение следует...